Доброго ФПС, ребят, шо вы думали, она крашнула в лифте Шот тебе надо, Остин? Отвали, пацан, и доставай меня Слышишь, мелкий пидорас, блять Тебя не учили хорошим манерам, нахуй Ты, наверное, он думает, что он безнаказанный Понял, что у меня не стоит, блять, мод на убийство детей О, ты зашел в свой кор... Давай, заходи, заходи, малыш, блять Заходи в свою комнатушку, блять Что ты хочешь, лечь спать? Да ладно, если ты ляжешь спать, это будет просто подарок судьбы Ложись, ложись, мальчик Давай, ты же хочешь Ёб твою мать, кей Этот парень, реально, ему надоело, блять, жить Залезть в карман, парень, держи, нахуй Ложись Не, ну а че, блять, он меня грубит, сука Думал, бессмертный, знаете, их же сделали, этих бессмертных Бритвозлак, чайл, джамсы Хе-хе-хе, мелкий уёбок Ебать он, ха-ха, он как кукла, ты смотри Ха-ха-ха, ебать парень Выдаёт, вы... Ха-ха-ха Блять, как же это забавно Это физика детская, это просто что-то с чем-то Ха-ха-ха, я могу так долго веселиться Так, ладно, парень, давай сделаем вид, что ты умер во сне Поплохело ему Фу, надо было выпустить пар, давайте-ка повторим Опа, кот, ты снова здесь Кот, а ты куда собрался в этот раз? Куда ты кот собрался? Ебать, кот По-моему, кот съебывается отсюда, нахуй Пепел Блять, ну это как-то неправильно, я не знаю Ребята, вы бы хоть следили за этими домашними питомцами Тут дверят, или хоть дверь Ты, по-моему, ты за котом решила съебаться? Я тогда за собой слежу, ну-ка назад Ну как ноге вернулась Вот, учитесь, блять, как надо со своими питомцами обращаться Бедная Эрин, ее кот сбежал в Содружество Блять, ну тут Что? И ты И вы какие-то все очень странные, ребята Ей-богу Ты меня пугаешь? Как ты можешь пугать меня без пистолета? А, нет, я не могу достать пистолет у тебя из рук Это странно, я вроде его вижу Да, не могу спиздить пистолет, странно А, поехали Кейт, надеюсь, по-моему, крашит из-за тебя как раз, Кейт, в этом лифте Надеюсь, сейчас пронесет Блять, вот опять квантовый скачок И краш через 3 2 1 Краш Нет, мы приехали просто Ништяк Где ты, мелкий пиздюк? Да, правда Всего за 5 крышек Конечно, на платить я не собираюсь Да, но я не платить тебе Окей, окей Блин, ты настоящий чипскачок Начни с этим Это Депо Это склад У нее кот с***бался между делами Почему они ссорятся? Почему они ссорятся? Я не могу сказать тебе это Но все говорят, что мистер Комбз спит с Тином Ай-яй-яй, изменник Но он всегда оставит ее, чтобы делать все работы, когда он сидит с Тином Вот крыса Мы его увидим на чистую воду Или просто успокоим миссис Коу Включен 16 Да, она повнадёшь опыту Нет, так слишком просто Смотрите, да Мне Не доводилось видеть ни одного непродажного полиции Хотя меня доводилось видеть одного Ты говоришь, как будто мне жить здесь, надо оставаться Да Смотри, да Смотри Парень У меня там сын 60-летний Свежая, вы называете это? Свежая? Это свежая патрон Да Это Суншайн-динор Грант говорит, что он будет отстанавливать все свои трудности на свой-то и превратить, чтобы ссориться Мистер и миссис Соммерсетте звучали на дейнер Они довольно добрые Миссис Соммерсетты лучшие здорово будем зайду сюда если проголодаюсь я тут правда город пойдем дело в том что бабуля тут немножко по другой кухне знаете ли кафетерия парикмахер у вас обезьяна в костюме хорош а даем ему в гранатку подсудим давай чтоб никто не заметил да остин остин по моему остину плохо остин ты не потерял свою дорогу ладно странные вы люди в убежище тут не могу поднять манекен я слабак ты педик ну ладно это все таки о упал новая татуировка для лица нифига себе у меня этот урок то нет а меня он подстрижет отлично вот так вот все начинается сначала прическа череп потом компьютерные игры потом туннельные змеи пошло-поехало блять остин ты это ты же хороший мальчик хотя бы ты уже грубишь старше пидор ты здорово бабуля здрасьте доктор пенски вижу давай черст твоя старуха похоже она та еще зануда пошли заноза в жопе смысле я первые тебя иду о школ да я уже видел да я хоть думаешь тебе тебе не стоило ходить в школу нет на самом-то деле стоил даже в школу которая покруче твои в школу проходил я все мы носили такие конусы на голове вы были правила давай 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 бегом сука тут учительница уже сидит то я что такое уберешь и много детей я понял но если столько парк я будил бабушкой ходишь где твоя мама у меня вопрос небольшой или папа я наверно прослушал ты может рассказывал или я слишком улегся ответами сказал про ту бабушку да расслабься на мне как на собаки все ох шти шарлатаны наверняка до сих пор пиявками лечит давай видишь а ты возьмешь и приведешь наверно тоже ребенок девочка на раз когда ты подрастешь будешь носить такую черную куртку со змеей будешь мне приставать а ей будет нравиться другой мальчик из убежища который потом уедет у вас чистая водичка да таки чисто она радиацию часом не выводит не кажется нет или кажется да кажется да так она такие вот или нет я просто нет она ничего не выводит это мне просто так кажется ну ты идешь парень и ты ждешь пока я напьюсь я тут могу долго этого фонтанчик стоять уж подавился давно чистенькой воды не пил понимаешь как там вперед малой и не останавливайся сыга ствол зато опустил классно она покрупнее тебе только не то лучше иди в куклы играй да в этом нет ничего особенного я такой же человек как и все ладно у робопони впарил я одну такую кота да и сколько ты за это заплатишь похоже он сбежал из убежища у входа мимо меня пробежал код да ладно не башен всю дорогу от лифта чего уж тут я думаю он сбежал код я увидел его рядом когда я пришел сюда сбежал код? о пожалуйста обратите его обратно пожалуйста никого другу бы поставить крючок для него я пойду я пойду я пойду я пойду его имя Ашез он сладкий я просто хочу ему домой я пойду поищу этого кота наверное если попадется постараюсь не сожрать его чё Кейт давно искал окошек? лавайтери ты кто? а кстати давайте-ка сбегаем к тому типу который изменяет своей жене уж больно мне интересно как он лихо это проворачивает я хочу больше сейта доктор Форсайт просил его отсыть ей ну чё тебе надо другая понял наверху кажется здесь был склад был осадок я не знаю что ты не забываешь и не забываешь и не забываешь Маккас Вильям Соммерсед о не забывай ты так умеешь эти пиа будут для Калвина и его крючка господин знает что они сейчас могут использовать эй ты попробовал сказать это Эррона и бросить маленькой девушке я не знал что моя жена была с гирьми еще один новый фейс в вольте что это? что это? что это? что это? что это? ой пропустил случай где ты говоришь снова? нет на мне нету волт костюма я как какой нахуй костюм я из паута 111 я покажи все мои лета и никогда я никогда не встретил кого-то из другого вольта мы увидим вольт костюм я из паута 111 улыбку из外ного мы найти хума вокруг здесь люди эти дни некоторые оплодил но это не Гуенни или девушка Просто вышла в правильную позицию в плохом моменте. Она просто... ужасная лидерка. Хорошая лидерка смотрит на людей и знает, как их руководить. Ты не знаешь половину, сын. Она так быстренько судить сейчас. Я надеюсь, что ты вернешься к этому. Я не хочу новой девушке на меня снова. 62 лет назад, и все равно, как всегда. Ну и занимайся, собственно. Метод по другим делам. Кто там у нас любит нырять в чужую пилотку? Окей. На складе никого и нету. На складе никого нету? А деньги довоенные есть? Это деньги! О чем ты вообще? Болтек. Что еще можно тут поворовать? Что-то она, похоже, тоже налево-то ходит. По-другому это не объяснить. Тостеры всякие, жестяные банки. Кто тут главный, блядь? Алло! Нету, ладно, пошли. Пошли к сходим смотрителю тогда. К херовому лидеру, так сказать. Да я не парюсь как бы. Раздвижная дверь. Так. Терминал смотрителя средний, но можно использовать. Что я спиздил? Нет, случайно. Там золотые часы лежат. Сёрч. Сёрч. Сальтон. Сальтон. Два сходства. Салтон. Это значит два сходства. Это... Давайте-ка посмотрим. Это первая S, да? И... Сёрч. Сальтон. Первая S стопудово сходство имеет. Я поплавлю. Я плавлю. Все не могу увидеть. Ладно, я походу отдуплился. Первая буква S, вторая неизвестна. Сальтон. Сёрч. Сальтон. Ищем все, что на S, например. Сальтон. Сальтон. Все, что на S, должно сработать. Ричис. Сёрч. И Сальтон. У нас больше, что на S ничего и нету. Так что вряд ли это то, что может нам помочь. Патрол. Может быть это еще... Нет. Правда нет. Ладно. Просто хватит париться. Сальтон. Два сходства. Сёрч. Нет. Сальтон. Нет. Рулинг. Сальтон. Рулинг. Сальтон. Вряд ли. Ричис. Сальтон. Ричис. Нет. Форгот. Форгот. Сальтон. Нет. Йеллоу. Сальтон. Да. Йеллоу. Одно сходство. Нет. Сальтон. Блять. Ну, какая-то поплава на самом деле. Кейтс. Будь на стрёме я не могу понять. Сникс. Нету такого. Оунарс. Блять. Тоже нет. Потому что S в конце. Сейнг. Нет. Хаммер. Нет. Плейсет. Нет. Что-то мне не прокает. Прям совсем-совсем. Армори. 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 Рандом. Армори. Рандом. Нет. Армори. Сенсет. Лимпет. Да. Запросы на поставку. Армори. Мария. Саммерсет. Выполнена. Ящик смотфруктов. Выполнена. Процесс. Ожидание. Запрос на техобслуживание. Вентиляция второго этажа. Артриума. Вентиляция и протечка. Надо проверять целостность шахты. Возможно, требуется замена поврежденного участка. Но будем надеяться, что удастся просто залатать. Коридор главного уровня. Трубопрежденный язык коррозии. Требуется сварка. Герметик. Какая музыка лопает, да? Возможно, понадобится замена напольного покрытия. Надо провести тщательную проверку для оценки масштаба повреждений. И запись. Видимо, герметик отходит от питонного основания. Среди проводки под полом скапливается вода. Надо придумать, как за мной герметизировать трубы и удалить воду. Журналы. Ремонт, ремонт, ремонт. Если в этом убежище еще хоть что-нибудь сломается, я буду кричать и кричать. В моем случае, означает рассерженно бить по клавишам этого терминала. В очередной раз, выливая раздражение в журнал, когда меня выбрали на место смотрителя Бахта, никто не сказал, что мне придется спасать тонущий корабль. Как утверждает Келлин, в ущербе виноваты не мы и не наш образ жизни. Причина внешняя, разумеется. Из-за этого ему сложнее оценить масштабы ущерба. Мы же не можем просто взять и откопать убежище. Есть хорошая новость. Реакторы производятся трудно работать. За два века не было никаких проблем, которые оказались бы не по плечу мистеру ржавому. Хотя стены вокруг нас рушатся, у нас хотя бы есть освещение и можно сполна наслаждаться зрелищем. Антисодружество. И снова кто-то сказал одному из торговцев, что они нам не нужны. Да о чем они только думают? Холд, Миранда. Неужели они нас не понимают, что без торговцев мы умрем с голоду? Без них у нас не было бы и половины всего необходимого для ремонта. Я понимаю страх перед чужаками. Я помню тот ужас, когда мы открыли убежище спустя два века полной изоляции. Но прошло уже десять лет, и казалось бы, люди будут больше доверять знакомым лицам. Некоторые до сих пор не принимают горацию. А он живет с нами уже много лет. Разумеется, я не знаю, что нас ждет... Он все-таки не местный. Барикмахер-то. Разумеется, не знаю, что нас ждет в будущем. Возможно, это лишь вопрос времени, когда мы впустим сюда не того человека. Но этот риск необходим, и людям пора смириться с переменами. Если мы хотим выжить, хотя бы в течение еще одного поколения. Бобби де Лука. Неужели так нужно помать Бобби де Лука? На наркоте. Убежище не такое уж и большое. Не так много мест, где он может прятаться. И все же у меня опять поступила жалоба в связи с этим его пристрастием. Я, кстати, находил джету одного. Это страшно раздражает по массе причин. Все трудятся, не покладая рук, практически круглосуточно. Но не Бобби. Он спит на работе. С которой и так, кстати, не справился бы. Он заставляет мистера Ржавого все делать за него. Если он не под кайфом, то точно пьяный. Его сестра поддерживает все его отговорки. Можно продолжать до бесконечности. Порой хочется запереть его и приставить охранника, и забыть о нем. Пусть мучается отломки в качестве наказания. Мы все знаем, что он это заслужил. Минутку. Это все, что ли? Да. И еда. Чудесная еда. Прицела сообщила, что последний ружей моркови погиб. К сожалению, нам не хватает места, чтобы обеспечить более стабильную ротацию. С другой стороны, сейчас нам будет не хватать моркови. Зато мы будем еще счастливее, когда получим ее. Никогда не забудут день, когда Мария приготовила свой первый мясной пирог из Брамина. Мне казалось, мы попали в рай. И мне больше никогда не захочется есть полуфабрикат стейка. Вопреки желаниям доктора Форсайта, кстати говоря, очень скоро все это приелось, и мне удалось вновь насладиться старым добрым солсбери стейком. Тем не менее, фруктовые пироги и Марии всегда великолепны. Хотя десерт вообще сложно испортить. К тому же, дело в том, что она готовит их только для особых случаев. Возможно, очень умно с ее стороны. Она достаточно много работает, долго работает нашим поваром, чтобы знать, как быстро ко всему привыкают наши вкусовые рецепторы. на этом все. Ничего особенного не нашел, кроме того, что Горацио аутсайдер и то, что один из них дракоман, который вроде как механик. Че ты спишь? Харю свою плющишь. Че там у тебя есть? Ну-ка давай-ка. Теперь быстрое приготовление. Чик. Тиснул ключик у нее. Пока спала. Заряд плазмы. Что у нас тут еще есть? Будильник. Вот так, чтобы тебе было весело просыпаться. Хе-хе-хе. Я ужасный человек. Кексы веселые ребята. Ванная, ванная как всегда, на вид. Ментанты, кстати. Опачки. Употребляем, а? Смотритель. На интеллект. Да? Отсюда я пришел. Ладно, давай просыпайся. Будем разговор разговаривать. Hello, over here. Кто я? Я нет. Чего все такие толстые? Я не понимаю. Ты себя видела? Я не вернулся в медицину, чтобы видеть доктора Форсайта? Он сказал мне, что он очень интересен в вас встретить. Извините меня, over here. Будьте прийти, чтобы сделать большинство технических услуг, которые мы предлагаем, когда ты здесь. Здесь наркоман, скорее всего. Наркош, ты тут? А где мистер ржавый, интересно? Ладно. Судя по всему, нам не дано понять. Гражданин пять. Гражданин пять. Охрана. Парикмахер. Грацио, ты ушел? Походу спать они все легли, потому что... Давайте посмотрим, сколько времени. Ибо они все куда-то пропали. Убежище выглядит неживым. Ну-ка. Да, сейчас ночью. Подождем. Ну, вроде как... Нам бы с тобой скикей тоже, кстати, переспать немножко. Кое-где, кое-как. А нам тут положит? Наверное, не положит. Грацио здесь. Не-не-не. Ты суси. Да... Блядь, ладно. К сожалению. Ты меня зацепил. Новый имидж, новая жизнь, что скажешь. Ты бывал за пределами убежища? Я хотел, знаешь. Родился и вырос в Квинси. Мама мира ее праху была врачом. Представь себе, как она удивилась, когда узнала, что мне больше нравится стричь волос, а не зашивать раны. Ну, хватит. Поверю на твои прически. Да. Присаживайся. Пятнадцать крышек. Ладно, че, могу себе позволить. А то зарос, капец. Боже, я ужасно выгляжу. Растительность на лице. Ленивое утро. Ренегат. Нет. Стиль. Пустоши. Отребье. Отребье, кстати, выглядит довольно неплохо. Альфа-семец. Это я? Да, альфа-семец. Это я. Колониальная. Посмотрим. Колониальная неплохо. Чуп. Ронин. Антигерой. Битник. Попаду. Короткий. Тяжеловес. Позорная отставка. Тяжеловес. Солдат удачи. Ударная волна. Скользкие и жирные. Ползун. Мучачо. Счетчик Гейгера. Лысеющий. Лагерь подготовки. Надо. Поджигатель войны. Позорная отставка. Тяжеловес. Потрясающий интеллигент. Наемник. Тавра. Первое проходит. Асфальтовый профессор. Щегол. С 9 до 5. Мятежник. 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 Дайте глянуть. Мятежник. Дайте глянуть. Мятежник. Мятежник. Это пидорство. с пачками обычный аккуратный то что надо обычный аккуратный подтвердить так гораздо лучше ну что опять начинаешь свою песню что надо давай конечно я люблю фрукты правда людей люблю больше хорошо не знаю свежий мутофрут попробуем помощь и он свежий мутофрут ням-ням-ням парни дактор пански вкусно побочных эффектов нет ну а варса факс ну говори я видел несколько удобрений по дороге ну может быть посмотрим не буду торговаться даже хорошо хотя стоило наверно торгануться со старухой у вас тут эти арбузы валяются нужно найти доктора или профессора как же там доктор форс какой-то что-то такое класс рум ты же не доктор так у вас сразу три четыре четыре ребенка математика эти ты неплохо выглядишь там оглянуться не успеешь очередное приключение да конечно я с удовольствием расскажу то что могу рассказать слишком жестоко и с удовольствием на математику пришел я готов рассказы сейчас надо сейв сделать я готов да с радостью приготовьте детишка про что расскажем просто прокала да да мы с одним минутмана убили кубки сверти да у меня добрый был к стоит три патрона как сегодня еще поставил тяжелый бой да при этом у меня был только пистолет и три патрона да может я лучше скажу про вы с крутокрисами группа рейдеров загнала моего друга перстона в ловушку рейдеры окружили музей в котором пряжел сам друг перстон и бросилось всех убить голыми руками рейдеры которые загнали моего друга перстона угол всадили в меня много пуль ну детишки не оценят но пожалуй группа рейдеров загнала моего друга перстона в ловушку перстон показал мне где лежит силовая броня которую можно пощинить перстон показал мне где найти силовая броня которую можно пощинить у вашего убежища когда-нибудь были проблемы с рейдерами вдруг у меня выпало сколько смерти как из-под земли хорошо что не было когда на меня были сколько свет имелось схватить пистолет одного из рейдеров но там было только три патрона а я застал нож и вырезал у него буквы шин на лбу вы как-то смерти когда-нибудь видели вы просто настреляли в него и стреляли пока он не сдох по одной пули в каждый глаз и еще одну прямо в лоб и с коптем смерти было покончено улучшить подарок мне боже гробная барвара критически дар без оружия давайте я еще урок проведу а это шляпа победителя да ладно ты в шляпе победителя потому что ты лучше всех слушал достали остин так где этот реактор стоит ли мне идти в реактор тут что-то потасканная дверь радиации не фигарит кажется нет но у вас тут земелька это не хорошо окей а как тебе такая мысль сама его пошли и этоbear—ч SUSTAIN и все ты� ты неплохо выглядишь если он зависимость я должна помочь ему слезть Если он аддиктен, ты должен попробовать помогать ему чистить. Я не думаю, что я не пробовал. Я оставил его в его комнате за неделю. Я не был два дня, до того, как он снова использовал. А теперь я председаю, что я имею в виду моего счастья здесь. Оби получил из-за меня, и я его держу на декабря. Но нет еще. Я выжил его. Если он аддиктен, это не поможет. Он будет купить его кемы в где-то. Почему ты думаешь, что я говорю с тобой? Единственное место, где он может купить кемы, это от аутсайдеров. Верите меня, если кто-то друг с этим кем, то я не знаю. Эй, аутсайдер! Ты потерялся? Нет тренировки здесь. Я не потерялся. О, ну, эээ... Добро пожаловать в генераторную комнату, я думаю. О, и, эээ... Если у тебя есть какой-то генератор, я может быть готовым, чтобы это от твоих рук. Скажите... Кто это? Ты? Я, себя и я. Не волнуйся, я не в продвижении. Это моя сестра. Я не дилер, я сам употребляю. Эй, забудьте, я спросил. Серьезно. И если ты могла оставить эту небольшую конверсацию под рапсами, то я бы это обеспечивала. Если ты не знаешь, то она будет все вокруг меня. Ах, я не ждал, пока я нахожусь. Эй, Тина. Может, после этого, Бобби наконец-то слушает меня, и мы both get the help. Башню. Сахарные бомбы, патроны. Ничего интересного. Чего вы тут тусите, непонятно. Да, Боб, конечно, не выглядит уверенным работником. БС. В кубики, блядь, играет он, сука. Тина не знает, о чем она говорит мне. Я осторожен. Никто не будет меня застукать. Чувак, тебя даже слепой застукает. Очень сложный терминал старого смотрителя. Ёб твою мать. Вот это да. Intentions. Одно сходство всего. Казуалитис. Возможно. Да. Строго конфессионально. Только несмотря на нарушение ВТП. Приступая к использованию данного терминала, вы подтверждаете, что является авторизированным пользователем и техником. Неавторизированный пользователь должен немедленно прекратить чтение и отойти от терминала. Нарушителям грозит административную уголовную ответственность. Ну и что ж. Мы, наверное, выходим, да? Где там выход. Конечно же нет. Доброжатый беющий 81. Смотритель Оливит. Мы хотим облагорить вас за то, что вы согласились принять на себя роль смотретьый беющий 81. Эта программа, как вы знаете, имеет огромную исследовательскую ценность. Проводимая нами работа поможет сделать жизнь людей лучше не только сейчас, во время непределенности, но и в далеком будущем, каким бы оно ни было. Ваши познания в теоретических и прикладных науках делают вас идеальным кандидатом на роль руководителя научного персонала убежища 81. А ваш опыт административной работы позволяет вам также эффективно выполнять функции по управлению гражданским населением. Мы еще раз благодарим вас за то, что вы приняли это предложение о трудоустройстве. Желаем вам удачи. Отдел кадров. Волтек. Основная директива. В задачу убежища 81 входит изучение инфекционных заболеваний и антитела. Особое внимание уделяется потенциальным мутациям, вызванным нахождением в среде с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Клинические исследования являются важной составляющей миссии убежища 81. Вот эти вот слова. Исследования первого уровня будут проводиться на культурах, выращиваемых в чашках Петри. Исследования второго уровня должны проводиться на колонии. Хетероцефиалус глобер, предоставленный Волтек. Исследования третьего уровня могут проводиться на выжителях убежища 81. Зона проживания научного персонала будет ограничена геометрически закупоренной лабораторной зоной. Данная мера призвана снизить риск перекрестного заражения между представителями гражданского населения и научными сотрудниками. Смотритель будет иметь доступ к каналу в связи с лабораторией, но прочих представителей гражданского населения необходимо держать в неведении относительно основной директивы. Понятно, тестировали заболевания всякие. Протокол доступа допуска. Как указано в руководстве Волтек, весь персонал убежища 81 должен будет принимать участие в обязательных тренировках, проводимых на месте по инициативе смотрителей администрации Волтек. Тренировки входного протокола проводятся обязательно при объявлении системой раннего оповещения Волтек тревоги уровня бета. В случае объявления тревоги уровня альфа, резиденты должны быть размещены в убежище 81 под руководством смотрителя. Весь научный персонал должен булельно прибыть на свои рабочие места избегая контакта с гражданским населением особенно с теми лицами с которыми они знакомы лично. При необходимости смотрители должен напомнить научным сотрудникам о необходимости соблюдения конфиденциальности. Все резиденты должны быть приняты в организованном порядке. Смотрителей должен обратиться к ним с приветственной речью в общей зоне. Тогда смотрели должны воспользоваться данным терминалом для проведения конфиденциальных переговоров с руководителем научного персонала, который к этому времени должен находиться геометрически закупоренный лабораторный звук как сложно протокол эвакуации жители убежища 8011 запрещается эвакуировать при любых обстоятельствах за исключением прямого распоряжения сданного штаба волтек отчеты об исследованиях необходимо хранить на основном мэйн фрейме химические соединения и другие физические материалы могут помещены в обозначенный резервуар только самим смотрителем и только после успешного проведения клинического исследования третьего уровня в случае санкционированной волтек эвакуации смотрели должен быть готов ликвидировать гражданское население путем кремации распылители топлива установленного всех отсеках жилого сектора ёб твою мать во избежание заражения внешнего населения окончательное решение о проведении ликвидации принимается с морем смотри самим смотрителем если это не оговорено отдельно в изданном болты приказе об эвакуации скач и личные дневники смотрителя работа есть работа прямо не верится волтек видимо совсем отчаялись найти кого-нибудь на замену заболевшему дункану я безусловно обладаю всеми необходимыми навыками для этой работы но учитывая мои убеждения непонятно как они могли счесть мою кандидатуру подходящий для участия в таком в такого рода программе может я просто еще что-то не понимаю они до сих пор они разъяснили мне какой именно работой нам предстоит здесь заниматься но я же не дура наверняка это будет включать эксперименты на людях хотя не будем спешить с выводами посмотрим как дело пойдет если они думают нарушать какие-то не было этнические этические нормы я тут же устрою парламентские слушать тренировки 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 эти исследователи со многим готовым смириться сегодня была уже 5 тренировку за неделю и на сей раз мне пришлось обзванивать их прямо посреди ночи половина этих ученых в сущности еще дети учитывая что они все либо зубрят материал перед экзаменами либо отсыпаются с похмелья я удивляюсь как это у стольких из них хватило силы дайте дайте до убежища силы более видимо все дело деньгах когда я была аспирантом у меня такая зарплата и не снилось что делать все гораздо хуже чем я думала сегодня со мной наконец-то провели полный инструктаж мало того что alltech предлагает нам проводить клинические исследования на людях так у них еще и высоко поставленные покровители в правительстве устроить публичный скандал не вариант я видела список резидентов убежище 81 хотят поселиться нормальные хорошие люди я почти не сомневаюсь в том что рано или поздно убежище нам понадобится и не хочу делать из этих людей которые доверяют нам своей жизни подопытных кроликов я угодила в западню не знаю что мне теперь делать пора вот и все сегодня рано утром раздался звонок очередная бета-тренировка звонила как всегда розарио что у нее дрожал голос и она очень спешила она знала через несколько часов уровень тревоги повысили в новостях подтвердили факт пуска ракет я приняла решение я намеренно вычеркнула часть имена списка оповещения вроде бы такая мелочь но она означает что никого из научных сотрудников не предупредили тренировки в убежище начали прибывать мест прибывать жители теперь придется похлопотать над тем что то чтобы как следует их всех разместить научный персонал гением преступных схем меня лич в меня точно не назовешь моя хитрость телефонным списком помогла избавиться от большинства ученых но трое из них все-таки попали внутрь флинт и колец одного со мной возраста и оба живут в топях они успели прибыть сюда вместе с гражданскими беру просто чересчур старательный пришел с утра на всякий случай думал вдруг будет тренировка да они заняли свои места в лабораторной зоне систему убежища сработали автоматически лаборатория загерметизировалась они уже приступили к опытам работы очень много тем более для трех человек подозревают беру и флинт забеспокоились коллинз и тот робот он теперь называет ее кюри что беру их линз забеспокоились коллинз этот робот он теперь называет ее кюри сохраняется стильное спокойствие но по моему они уже подозревают что я не собираюсь давать добро на проведение среднего 3 уровня не знаю что и делать у них есть доступ к системе распыления если не захотят то смогут заразить все население нельзя их провоцирует прощение я сделать тяжкий выбор при первой возможности вывела из строя распылители во всех жилых отсеках. Но я не ожидала, что Бэрун так быстро об этом узнает. Черт, да я не ожидала, что Коллинз так быстро приблизится к тому, чтобы провести испытание третьего уровня. Вообще, за прошедшие несколько месяцев случилось очень много всего такого, чего я не ожидала. Испортить систему связи – трусливый поступок. Но что мне еще оставалось? Продовольствие у них есть, питьевая вода тоже. Но я не могу допустить, чтобы они ставили опыты на людях. Одному богу известно, что Волтек нагревается делать с результатами всех этих исследований. Надеюсь только, что смогу простить меня. Секунду, простите. Я надеюсь только, что они смогут простить меня и смириться с жизнью в таких условиях. Ебать колотить. Такое убежище, да? Как оказалось. Не такое простое. Фу, так долго читали, что я вышел как в космос сейчас попал. Надо немножко привыкнуть. Очень много текста, но этот текст действительно интересный, его стоит читать. Я всегда убежище все читаю практически. Потому что это действительно интересно. Блять, сейчас секунду. Вырубил там всякие юплей, которые лезут на экран. Так, а, ты все еще в шапке самого умного. Там какой-то профессор хотел со мной затереть, а я даже не знаю, где он. Ребята, кто из вас профессор? Ты не похож на профессора. Там у вас вполне себе вдувабельная училка была. Но с ней, видимо, нельзя ничего устроить. Говорят, сегодня торговец приехал. Да, я, блядь, не похож на него. Да, ты такой комбинезон-транспорт. Ноу щит, Шерлок. Это ты как угадал, что у меня нет комбинезона? Блин, а этот доктор не тот, что в начале был такой доктор? Может быть, это был он по-настоящему. А я тут шарюсь в холостую. Похоже на какой-то складик. Ну, в любом случае, для экскурсии пойдет. Что за ход? А, просто на второй этаж, да, поднимание? Ладно, пойдемте, сходим на ход. Из-за тебя потолли удвоили? Ну, я все еще смог взорвать там ребенка. В реакторе я уже был. Да, походу, сейчас пойдем назад, направо. Чувак, снесу тебе башню даже вот так вот. Щелкнув пальцами от твоей голова. Эй, держи. А, я слышал, что ты уже ходишь налево. Посмотрим. Да, я думаю, что мы будем. Мы можем заниматься себя здесь в 81-м. Мы не нужны, чтобы не позволить каждый трейдер, который приходит в нашу сторону. Давай раз на раз на кулаках. Он в школе. Разве тут нет? О, смотритель гуляет. Граждане. В лаборатории, наверное. О, а не, это левератери. Это типа туалет. Левератери. Пытались. Многие. Мертвые теперь. А где мистер ржавый? Я даже не... Я в шоке. Я в шоке. О, здорова. О, здорова. Здорово. Угу. Я понимаю. Ни когда, почему? Муженек твой. Муженек твой. Я понимаю. Насколько дней это все, я могу сделать, чтобы держать мою голову в воду. Но ты, наверное, не хочешь услышать об этом. Дай мне знать, если ты хочешь взглянуть. Ты одна здесь всем заведуешь? Я буду наводить ее. А я знаю, где он. Какой ненадежный человек. Можно было про кота пошутить. Ты даже не знаешь. Так что, у тебя есть что-то, что ты не нужна больше? Или ты просто здесь, чтобы спрятать? Мен. Мен. Да, Мен. А у меня есть что продать, да, тебе? Ну, на самом-то деле, все только легендарное. Так что, пока нет. А по весу что? По весу тоже хорошо прохожу. Ладно, поднимемся наверх. Может, там этот профессор. Семена ей нужны. Удобрения тебе нужны, бабуля. Шоке. Катаемся. Штаны-то за штопы свои. В конец офигела. Где тебе надо что-то получше? Угу. Что ж мы все тут так поте... О, ты? Нет, просто... Форсайт и Рэйчел в медицинском центре. Блядь, я понял, где! А-а-а-а-а! Назад! Миранда, кстати. Здрасте. Не твой дел? Да ты чё? Нет. Да-да-да. Ты просто прелесть. Ага. Да-да-да. Смешно. Чё у тебя там есть? Тоже ничего. Каждому бы из вас по гранатке уронить. Поехали, блин, в больничку. Вот, походу, клиника. Форсайт. Да, конечно. Я могу это делать за крышки. Хорошо. Поверсия дал мне несколько капсов для этого. Угу. Как это выглядит 50 капсов? 50? Это совсем мало. Вы не знаете нашу экономику. Я думаю, что я могу использовать остальное моё оборудование. Я могу тебе 100 капсов. Тебе даже придётся накинуть, старик. Я должен сделать лучше, чем это, чтобы получить твою панда флешки. Ты двигаешься в хорошее оборудование. Я могу тебе 150, но не капсов. Не на много я наторговал. И я украл кровь. 150 за мою кровь, стать донором крови. Блядь, чё-то мне это не нравится. 150 за кровь. Блядь, ну я случайно, ну что ты нахуй начинаешь? Я промахал. Уже побежал, блядь, за охраной. Сел я, сел. Только поднимай секунду. Давай быстрее. Блядь, хватит мне колоть. Блядь, хватит меня колоть. Да, даже не. 150. Это будет огромное помощь. И ради этого ты мне... Я хочу получить эти подготовки. Так, и выше этот хлам. Какой хлам? О чём разговор? Да. Я Рейчел. Я помогаю доктору Форсайфу с его медицином. Ты забыла или подъема? Нет, на самом-то деле нет. И много тут вберющих пациентов? Нет. Люди в этой пациенте удивительно здоровы. Это все. Я удаю работу. Тоже мне хитро. Это все, док. Может, что-то еще. Занят, так сказать. Господи, пойду кота, искать. Какие проблемы? Так, кис-кис-кис, отыскать пепла. Он где-то вообще далеко свалил. Придется подниматься. И не так уж весело в этом убережище, как я думал. Думал, тут работа, подковерные игры в начале. Там дети, которые экскурсии устраивают. А тут все. Удобрение тканей, да... Да что еще? Да кота, искать. Притащу этого кота, плохастого, так и быть. Детям, правда, еще рассказал про это. Про того, как я когти смерти с трех выстрелов. По жести обработал. Окей, что ты меня нагружаешь? Ладно, давайте переоденемся. Ибо выходим мы в страшное место. С яйцом на голове, блин. Я погнал. Если что, наберете, да? Помните? Мой номер. Там 8, 800 и помните дальше, там 3, 5, 3, 5. Так, далеко этот кот уйти не мог. Очевидно, да? А вот он, он уже здесь. Пешочком до него. Как бы его там не сожрали. Черт, кот. Я уважаемый человек, я не должен с этими котами шарить. Пепел. Вон тебе пепел. Вот тебе дутень. Резервуар, кстати, какой-то. С водицей, которая аж дымится. Там кто-то сидит на инвалидке. Кот. Домой, блядь. Понял меня. Умная тварь. Вот я что хотел сказать. Не нравится мне, как вы пипбой щелкает. Да ладно, тут вон отвисает бабуля с бафаутом. Бабуля, езжай. Не, она не поедет. Печально. Вот тут есть где-то, можно зайти во что-нибудь. Резервуар. Только резервуар можно почистить. А почистить его только отдуть не можно, кажется. Не могу его увидеть. Десять. Давайте почистим, раз уж подошли. Судя по всему, в двери здесь никуда не подойти. В городе, как всегда, заварушка. На самом деле, это прикольно, что есть. Гнус тут был все это время позади. Прикольно, что всегда рандомные заварушки происходят, на которые можно сходить. Увлекательно. Голос теряю, слышите, да? Еще гнус. Почему все гнусы живут брамена всегда? Чем виноват брамен? Фу, блядь, какая гадость. Фу, фу, фу. Своими детишками. Опа, летит, летит, родненько. Разъебала парня напополам. Чуть-чуть, чуть-чуть, щас пистолетом. Пам! 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 С третьего раза. С третьего раза все получается. Еще с детства помню такую поговорку. Гнойный дутень. Фу, блядь. Фу, фу, фу. Какая гадость. Мартышка и светящийся рад таракан. Тараканы! Заметили, таракан впитал, кстати, немножко. Мартышка меня больше испугала, чем таракан. Ну и бардак-то устроили. Очень сложный сейф, серьезно. Спорим, там будут часы. Чтобы в очень сложном сейфе не было часов, да такого не бывает. Стернатор адыкс. Нет часов, прикинь. Броня металлическая и пистолет неплохой. Кейт-то понравился. Кейт, да мы уже с тобой поняли, как наши отношения будут строиться. Слышь, Кейт, как насчет перепихнуться по-быстрому? Ты не против? Как всегда. Негибкая ты у меня. Терминал Эдвина. Кто такой Эдвин? Там тонет кто-то. Можно попробовать, кстати, включить. Ау! Можно попробовать выключить. Эдвин! Воспроизвести запись. Почитаем потом на паузе. Уже слишком много читаю в этой серии. Нет сил, правда. Как книгу с Карими прочитать. Кстати, по всему, у него был медальон, и он куда-то его проебал в этой реке. Давайте нырнем. У меня воздуха тут достаточно, да? Мало я еще вижу перед собой. Я пытаюсь найти медальон, который пошел ко дну. Если он тут есть. Ты нормально, да? Дышать ничего не мешает. Я-то в костюме аквалангиста. Блядь, нет, я не в костюме! Я не в костюме! Я в порядке. Слышь, Кейт, пойдем еще по одной. Ты жива там? Реально, где-то здесь должен быть медальон, я это чувствую. Ну, видимо, не сегодня. Контачить зато фонарь. Кейт! Давай-ка сюда бегом. Еще часок. Нет у нас ничего. За час мы не успели. Жаль. Пошлите разберемся тогда с котом. Мы же его вернули. Разберемся с котом и с убежищем, кстати. Оно действительно не впечатлило меня. Да, прикольно, но... Могли бы сделать что-нибудь поинтереснее. Чертова знает, еще ничего не сходит. Ты кто? Крикет. А, ебанутая! Ебанутая, которая любит оружие продавать. Что ты здесь делаешь? Давай мы тебе с тобой поторгуем туда, потому что ты пришла. Эй, Крикет. Так много шагов и так много времени. Давай-давай. Обмен. Пойдемте, конечно. Один из всех. Угу. Есть. А нахуй этот пруд? Есть. 10,27 крышек. Вполне себе достаточно. Можешь идти. Ты пришла сюда оружием торговать? Я что-то не понял. Так себе мысль. Эти ребята не любят оружие. Особенно тот на входе, который встречают тебя с кислым лицом. Убежище уже открыто и так и не закрывается. Не боишься, что Коабрейдеры заломятся? Котик-то вернулся, походу. Остина укусил кротокрыс и не уверены, что мальчик выживет? Что? Видимо, не зря я его... Это. Слышите? Не зря я загрузился тогда, когда взорвал его к хуям собачьим. Могли бы быть странные последствия, правда? Посетим мальчика в больнице. Ну, лучше сначала кота, конечно, отдать. А потом уже к мальчику сходить. А, вот котик. Остин получил себя в больнице. Эй, мальчик. Ассен! А сейчас они получили себя в больнице, чтобы смотреть Аэрона. Спасибо, мистер. Не стоит благодарности. Я очень рада, что он в безопасности. Ассен! Ассен! Ах ты, я такой секой. Я так здесь испугалась. И мама говорит, наверное, заставит тебя купать. Еще все еще не закончили. Так, а где у нас там? Спасить Остина. Бедный котик. Думал, что съебался. Нет, я тоже не люблю его. Далвин всегда любит инструменты. Я просто рада, что ты вернешься. Если ты их получил. Если ты их получил, то, что ты получил. Ты должен сделать что-то, Джейкоб. Я веду тесты, и я не могу. Я не могу воспринимать Остину, пока я знаю, что он инфекционирует. Доктор Форсайт. Не сейчас, Бобби. И ты, страна, должен ждать твоего часа. У нас есть в безопасности. Остин потерялся за молрадом. Это достаточно, Джейкоб? Не может быть так много молрадом, болезни или токсинами. Рэйчел обзорачивает молрадом. Надеюсь, она найдет что-то. Но это не обычные молрады. Они не знают, какие типы болезни они употребляют. Потому что он просто ребенок, который его сильно влияет. Доктор Форсайт, пожалуйста. Я думаю, что я нашел что-то, что может помочь Остину. Подожди, Пруссила. Что это, Бобби? Знаешь эту двуку, которую Остин нашел? Он нашел из-за меня. Какую дверь? Я оставил моих... ...правильных вещей в них. Он увидел меня получить. Ты имеешь в виду твоих Кем? Держи до конца, Бобби. Что ты нашел в этом месте? Это как целый экстракт вон, но половину уничтожен и вкручен. У нас есть еще одно мобильное место. Так что я начинал обзорачивать их. Были какие-то книги и вещи о использовании молрадов, чтобы вырастить вирусы. Но они также сказали, что они использовали их, чтобы создать вакцины и тренировки. А секретная дверь? Добрый господин, я никогда не слышал о том, что я не слышал. А где оно, Бобби? Тебе внимания мало? Я сделаю это ради Остина. Я сразу тебе помогу. Я сделаю это ради Остина. Нет. Давай, побежали. Найти лекарства. Если ты хочешь хорошую еду, перейдь по этой Солнечной Динере. Там ребенка шкварит, но это... Поторопимся с Бобби. Надо бы переодеться, наверное. Там, наверное, дочка какая-то. Тут-то ты этот терминал и читал, да? Это кто? Мистер Ржавый. Поговорим? Пожалуйста, направь какую-то обеспеченность к мистеру Делука. Угу. Понял. С ноги. Нормально. Все, ты типа закончил? Бобби. Да, я закончил. Ладно, давайте переодинемся. Что-то я поторопился с выводами. Видите, тут все-таки классно. На самом деле, для этого надо тупо пойти и спасти кота. Если бы я отказался спасать кота. Это же была бы вообще жесть. Или я просто когда бы вернулся... Воу-воу. Или бы я просто когда вернулся... Сказали бы, что все еще укусили этого парня. У нас там робот. Пойдем познакомимся с роботом. 10 миллиметров. Уже реально убежище, терминал. Да, я бы тебя выключил. Его, конечно, вряд ли получится. Производство сыворотки. Мы сыворотки сыворотки, которые способны излечить 36% неизвестных вирусов. Известных, точнее. Скромный прогресс по сравнению с 33% в прошлом году. Однако, 11 видов сыворотки ответственны за 61% результатов влечения, что очень неплохо. В данный момент лишь 19 сыворотки возможно запустить в массовое производство. Мы обручили лаборанту роботу в последней модели найти эффективный способ синтезировать больше видов. Лаборант робот. Обновление программы разведения. Разведение кротокрысов, наконец, удалось стабилизировать программу разведения. Как показывали предыдущие отчеты, кротокрысы проявляют в неволе необычайную агрессию. Возможно, это связано с гормонами роста. Последние поколения кажутся спокойнее, хотя некоторые сотрудники жалуются, что лабораторные животные с ними следят. Это самый настоящий абсурд. Тут такое дело. Это понятно. Вот это и есть этот карантин для двух людей. Должно было быть их тут больше, но их двое. Протяжная дверь, робот слева. Блядь, турель. О, давай мы на тебя проверим это. Готово. Все, что ли? Дай-ка я видебашу ему. Ух, нормальная тема. Спасибо, кстати, за совет. Дум. Источником. Терентию и вам, ребята, в комментариях. Я бы не допер, наверное. Ты и так стреляешь. И с чего у тебя нож есть, я тебе давал. И ты бессмертная. Я бы парился за тебя в Нью-Вегасе, понимаешь? А тут я с тебя не парюсь. Давай лучше переспим. А тут нельзя, да? Жаль. Опа. Ящичек с патрушками. Закрыт. Неужели там гранаты? Что-то по всему, они родненькие. Лапа когти смерти. Пойду в доказательство покажу. Смотрите, скажу. Нет. Пожалуйста. Ну, типа, да. Дварь не очень-то опасна. Кстати, терминал, который ее выключает. Шет. Нет. Пэтс. Пэтс. Одно сходство. Пэтс. Тел. Ноль сходства. Значит, это не первое. Ай, к черту, я просто попробую еще разок. Так. Нон. Ноль сходства. Нон нет. Мор нет. Дис. Сигн. Одно сходство. Сигн. Одно сходство. Сигн. Сигн. Кольт. Сигн. Элс. Сигн. Элс. Докс. Докс. Тогда бы было бы нон сходство. Нет. Лонг. Лонг нет. Ворк нет. Готс нет. Мор нет. Лифт. Сигн. Это лифт. Управление проклятого. Кошмар. Робко. Открыть достижения. Активировать единицу. Сменить матрицу характера. Пусть выходит, блядь. Это ради теста. Он еще жив. Блядь, не попал. Как так? Ебать, слышишь, каусовка вообще ебеты сушит. Если ее скапливать, нормальная тема. 99 и пиздюлей. Самое интересное, она патрона даже не использует. То есть, не стоит заряжать именно там 9 зарядов сразу за раз выпускать. Один заряд. Долго держишь, заряжаешь, как пиздячишь. Рейлган настоящий. Так. Ну то, что здесь робот, это понятно. Вот кротокрыс, например. Мертвый? Серьезно? Ты выглядел как живой. Подопытный кротокрыса забежащий 81. Все стороны выкопаются толпой. Но мы автомат наготове. Для этих тварей. Не спрашивайте, откуда я узнал. Кому крысиного шашлычка? А можно мне, можно мне. Пошли? Классный карабин все-таки. Ни секунды не жалею. Будем. Наблюдает? Здесь кто-то есть еще? Кто-то за ними наблюдает? Терминал наблюдения. Пункт наблюдения за делом гидропоники. Севоробот, внедренный управляющим делом гидропоники, позволил обеспечить убежище достаточным количеством продуктов питания. Нам не пришлось смешиваться, благодаря чему был ликвидирован риск обнаружения резидентами секретного отделения убежища. На данном этапе они не подозревают об истинной природе убежища. Оранжерея станет идеальным местом для внедрения вирусов класса C4 и D1, а также потенциального лекарства в случае эпидемии. Рекомендую установить скрытые распределители в потолок. Что там было занято? Отдел гидропоники в состоянии занято. Кто-то там есть! Не совсем отстреливаю, но... Неужели реально кто-то еще ведет работу какую-то здесь? Бежища, выглядит забыл. Он там выкопался с кратокрыс на ношу. Мне, давайте пустим. Ну, это будет радость для тебя. Ты укрепляешь меня, а я не могу никуда. О, реально красивый холд. Добавь это о тебе. Не думай о никого, а чем ты. Твоя дочь могла пить, как Бостон. И ты спрашиваешь, проживая время с твоей семьей? Я укрепляю, что нужно делать. Мы не должны спрятаться здесь. Ты так busy, холд. Ты укрепляешь много, пожалуйста. Скажи мне, Эрин, почему твои нужды более важны, чем ее безопасность. Просто не в порядке. Ох, идиот. Терминал наблюдения за складом. На складе, видимо, уже заварушка тоже идет. Родители ругаются. Базовый пункт наблюдения. Резиденты убежища неожиданно переделали это помещение в некое хранилище для продажи и ремонта своего имущества. Это позволяло записать в этом пункте наблюдения разговоры многих жителей убежища. Эта мастерская станет важным пунктом распространения воздушно-капельным путем вирусов класса B2. Кроме того, она позволит наблюдать за воздействием заболеваний социально-экономические отношения. Это помещение станет резервным медицинским пунктом и продовольственным магазином. Основное помещение продолжит выполнять роль лазарета при условии, что тяжелобольных пациентов будут доставлять туда. Пошел ты нахуй! Ты можешь сделать свою работу, Кей? У тебя дробовик в руках. Вонючие кротокрысы. Ненавижу. Опять, блядь, со всех сторон повылуплялись. Сколько... Она в теме. Бродяга. Подопытный. Нифига себе, он здоровый. Видели, да? Ух ты, блядь. Та ее пошевать. У меня пульс только нет. И не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Мясо, шкура, зубы. Кожи у меня достаточно. Ты идешь, Вероника? Та залипла там. Че в этом? Это большой. Это маленький. И терминальчик. Пункт наблюдения смотрителя. Хотя главный ученый был против наблюдательного пункта в кабинете смотрителя, он принес огромную пользу. Мы получили возможность наблюдать за политическими изменениями, управлениями, управлением после закрытия убежища. После внедрения вирусов мы сможем отслеживать реакцию, руководствуя все предпринимаемые меры. Ну и короче всех слышат и всех видят. Вот так вот. Как большой брат. Мартышка. Лунная. Полетели? Будешь тут теперь жить. Погнали вниз. Да, круто конечно. Что это подопытный кота-крыс? А, там залагало именно название его. Тут ничего нет. Опа, аптечечка есть. Да. Я проруюсь, если сейчас кто-то из них гулям тут будет еще работать. И можно будет помочь ему распространить инфекцию на все убежище. Как не поступлю? Мне страшно. Реально, кратокрысы могли бы придумать других. Лучше бы когти смерти переносили инфекцию. Это было бы круче. И сложнее. Ух ты. Очень сложный сейф. Как это? Подождите. Что-то я путаю. Ну-ка, давайте справа. О-о-о-о. О-о-о. Где-то тут. Где-то тут. Патроны для гамопушки. Двеные деньги. Патроны-патроны ракеты. Тактический мой. О-о-о. Классный, кстати, ствол. Реально прикольный. Это ты про этот мега ствол? Могу тебе дать попробовать пострелять. Офигеешь. О, может тебе миниган дать с патронами. Слышь. Я тебе тогда не те патроны, видимо, дал. Ты обиделась и не стреляла. Будешь ходить с минигана ебошить. Да, так и поступлю. Как раз деньги-то у меня на это есть. Музычка сменилась. Защищенный терминал обежище 81. Да ладно вам. Whatever, не сработало. Слиппинг. Слиппинг. Ситизэнс. Слиппинг. Нормали. Слиппинг. Нормали. Ретурнт. Слиппинг. Нет. Слиппинг. Старшип. Возможно. Да. Дистанционно проленею дверью. Я могу ее так открыть, наверное, но теперь я ее даже не буду париться взламывать. Вот мы здесь. Че-то в шкафчиках. Грудная клетка и позвоночник. Там человек, блядь. Пустая синяя-зеленая цилиндрическая ваза. Микроскоп заберу у вас. Лабораторный халат Волтек. Почему нет? Три. Причем три халата лежат. Три шкафчика, три халата и все... И вазы. Я ничего не хочу сказать. Один мертвый. Второй мертвый. Третий мертвый. В очках. Три трупа. Было три человека. И робот. Внимание, робот. Кюри. Эти похоронены. Крипово. Робот, наверное, захочет меня отпиздить сейчас. Лифт. Можно ехать на... А, помню, там был закрытый сразу на входе. Нужен доступ. Робот, открывай. Француженка? Так, я и приехал. Да, я и с охраной. 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 Суперб! Я поставила экземпляцию так много лет назад. Я начинаю думать, что что-то ужасное должно происходить. Я рада рассказать, что я выполнила мои основные обязательства 83 лет назад. Миллионы патогенов были в халатах Мол-Рад-хостах. Тогда, единственный спрактрум-кюр был создан, чтобы лечить их всех. Миллионы патогенов. Очень довольная работа для многих лет назад. Теперь, пожалуйста, скажи мне, что ты обязательствовал меня от лаба. Да, у меня есть такие полномочия, можешь идти. Я... Я так обязательствовал. Ты вырвался. Суперб! Я почти не уехал всю надежность в жизни здесь. Я открыл двор для тебя. О! Вот это разговор. Слышь? Да-да, вот я только хотел сказать. Лекарство из убежища 80 яночки. Здоровье 50 процентов. Цена 400. Чё, отдадим мальчонки? Ну, я в тебе больше не нуждаюсь. Только одна доза? Ты просто отдашь мне лекарство? Моя основная ответственность это обоевать обоевать обоеваемых обоеваемых персоналов, даже если обоевают мою эфекуную матрицу. Но, поскольку ты меня бездушно обеспечивает от этого дути, я могу дать тебе обоевать 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 обоеваемые обоеваемые обоеваемые. И если ты делаешь обоевать обоеваемую жизнь, то это просто счастливое поиск. Не знаю, что теперь я смогу поднять мою научную исследованию. Слово моя работа здесь уже закончена, я думаю, что я вас заинтересую. Ладно. Опа. Стимулятор и сталь 10% эффективнее. Умный знает, что бинты лишь скрывают рану. Да, так и есть. Терминальчик. Ну-ка, блядь, кыш. Описание здания убежище 81. Кюри. Что еще раз? Терминал Кюри или что это? Станция Кюри, убежище 81. От кого? Совет директоров Волтек. Кому руководитель научного дела Волтек, убежище 81. Медицинская лаборатория. Мы поручаем вам здания, имеющие критическое значение для всего человечества. Убежище 81 будет использовано с целью истребления всех заболеваний человечества. Всех. Ваше отдельное убежище оснащено передовым оборудованием для медицинских исследований, включая клинического юстировочного робота-интерна или Кюри. Биологических химических припасов хватит несколько веков. В нашем распоряжении будут генетически модифицированные кратокрысы и самое главное убежище полное испытуемых. Как и в случае с любым великим прогрессом, нужды большинства превышают потребности меньшинства. Вы будете заражать резидентов убежища заболеваниями, чтобы они вырабатывали антитела. Кто-то выживет, кто-то не выживет. Но вы должны следить за поддержанием популяции. Достаточно для дальнейшего размножения. На это уйдет несколько поколений, но продолжные процедуры позволят создать группу людей с иммунитетом ко всем заболеваниям. Во что устранить участие работы поколений? Каждое поколение ученых должно выбирать руководителей. Кюри проследит, чтобы каждый из них прочитал это описание задания. И убежище будет выполнять свою задачу веками. Желаем вам удачи. Что-нибудь еще интересненькое? В холодильнике вот, например. А ты похоронила сама тех пацанов, кстати? Опа, кровушка. Снова. Она ведь не зараженная, ничем, правда. Так, пошла вон. Терминал Кюри. О, вот ее личный терминал. Можно почитать. Да, почитаем. Вшит так. Данный терминал предназначается для Кюри. Для пользования в рабочих и личных целях. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к конфиденциальности. Ее данных. Используйте для работы другие терминалы. Спасибо, доктор Коллинз. Используйте с исследованием. Дата. Последний чистки данных. Так, так, так. Ошибка СБ при обращении к памяти. Данный терминал не рекомендуется для архивирования материалов. Используйте с печатными копиями. Лично. Инициализация, приветствие, лаборатория. Доктор Коллинз приказал мне внести запись в этот... Бля, как много мы читаем. А запись в этот терминал. Доктор Коллинз настаивает, что данный терминал мой. Я неоднократно объяснял ему, что, согласно политике робко, роботы не могут владеть имуществом. Однако его приказ был ясен и недусмыслен. Я выполню требования доктора Коллинза и буду вносить записи в журнал при поступлении соответствующих распоряжений. Коллеги. Я завершил анализ и интеграцию данных для подтверждения своей компетентности в качестве научного ассистента. Мне было приказано составить характеристики своих коллег доктор Флинт по всем объективным показателям блестящий ученый. Хотя доктор Коллинз постоянно называет его грубияном. Но я нахожу команды и речевые шаблоны доктора Флинта более простыми для обработки. Его наблюдения всегда очень точны и я многому у него научилась в том, что касается культивирования клеток. Месье Бароу вполне адекватен как коллега. Он занимается неквалифицированной работой, для которой моя программа подходит идеально. В частности, переноской тяжелого лабораторного оборудования. Странно, учитывая, что мои способности в этом плане намного превосходят способности человека. Доктор Коллинз сказал мне, что месье Бароу выполняет такую работу в знак уважения. Данное заявление не поддается логической обработке. Ошибка нарушена целостность кэша. Ясно. Тревога. Необычайно в возбужденном состоянии. Он не пожелал покинуть свою комнату после утреннего приема пищи. Доктор Коллинз заверил мне, что это временное недомогание и что месье Бароу всего лишь испытывает трудность... Ошибка нарушена целостность кэша. Опять. Панегирик. Доктор Бароу скончался. Вскрытие показало, что он умер от сердечного приступа, вызванного его преклонным возрастом. Он умер в 5 часов утра. Вскоре после пробуждения, в соответствии с завещанием доктора Бароу, его тело было кремировано, повещено в урну и установлено рядом со станками доктора Коллинза и доктора Флинта. Доктор Бароу оказал огромную помощь в исследовании начатых его предшественниками. Перед смертью он распорядился, чтобы я продолжал работу над проектами в одиночку, чтобы эти смерти не были напрасны. Мои процессоры полностью настроены на то, чтобы уважить его последнюю волю и продолжить исследование патогенов и вирусов. На благо человечества. Конец сообщения. Да, она всех пох... Ну, она... Точнее, как... Скорее, не она. Она последнего похоронила. Архив Коллинза. Загрузка. Всего три научных сотрудника на такую большую лабораторию. Это никуда не годится. Я решил слегка модифицировать нашего мистера-помощника. Предложим... А, переложим на него часть работы, и дело пойдет быстрее. С тому самого дня, как убежище закрылось, меня не покидает чувство тревоги. Мало того, что настал конец этой, так еще и непонятно, что на уме у этой Оливет. Но, по крайней мере, мне представился шанс стряхнуть стариной и покопаться у робота под капотом. И это помогло отличиться от неприятных мыслей. Решил написать для робота перенос персональный набор параметров личности. В ней есть немножко от Лизы. Я очень надеюсь, что она успела добраться до убежища в Вашингтоне. Видимо, его жена или дочь. И немножко от той девчонки, с которой я учился в магистратуре в Версале, и по которой тогда очень сох. Понятно, все-таки жена, скорее всего. Я загружу в базу данных все работы великих мыслителей, к которым у нас тут есть доступ. Кант, Ништейн, Борн, Дарвин, Кюри, Фарадей, Тюринг, Браун. Она столько его может научиться. Теперь она уже не просто лабораторный инструмент, а наша коллега. Назову ее Кюри. Да-да, знаю, фантазия у меня небогатая. Терапевтический эффект. Кюри облично справляется. А Флинт наконец-то перестал называть меня чокнутым из-за того, что я требую относиться к ней как к человеку. И я готов поклясться, что Беру вызывает ей неподдельное высказывает, простите, ей неподдельное почтение. Это напоминает мне, как он общался с Ребеккой на тренировках. Просто сердце радуется. Но самое главное, и, пожалуй, самое удивительное, она привносит в рабочую обстановку чувство реальности. Помогает нам не терять голову. И это очень кстати. Мы только рады отличиться от мысли от той ситуации, в которой оказались. Я внес много исправлений в ее матрицу личности, но мне становится уже как-то неловко ее манипулировать. Думаю, я больше не буду трогать ее программу. Буду просто наблюдать за ее развитием. По мере того, как она учится новым вещам. И действующая директива. Я уже много лет не касался этого терминала, с тех самых пор, как отдал его Кюри. И никогда не забуду ее реакцию на мои слова о том, что это теперь ее собственность. Нарушить ее доверие было бы сущим преступлением. Так что все это время я им действительно пользовался. Только она одна. Это последняя запись исключения. Полагаю, я пишу это лишь в силу привычки, как человек, всю жизнь посвятивший документированию своих экспериментов. Сегодня умер Флинт и Бороу. И Бороу тебе приходится больше времени тратить не на сами исследования, а на то, чтобы помогать не по мелочам. Так что в порядке научного отчета рапортую. Кюри мой безоговорочный научный успех. Она превзошла все мои ожидания по части того, что касается программирования роботов. Ее характер по сложности ничуть не уступает моему. Ее интерес к научным изысканиям попросту не уторим. И то, как она силится осмыслить абстрактивные понятия, такие как жизнь и смерть, трогает меня до глубины души. Положа руку на сердце, могу сказать, что она является собой мое величайшее совершение. Хочется лишь надеяться, что когда-нибудь она сможет выбраться наружу и повидать остальной мир, если б только я мог быть рядом с ней, когда она впервые увидит глубокое голубое небо и порхающих бабочек, которых она слышала только в моих песнях. А можно ее взять с собой? Робот! Слышишь? Робот, ты где? Это стимулирует путешествие с тобой. Что это? Нет, нет, нет. Что это? Нет, ничего. Интересно, а можно познакомить ее с моим мистером-помощником? От Коцварда. Баба Коцварда явно не погрузит. Надо найти терминал. Действительно, где он? Открыть. Здорово, бандиты! Поехали назад. Зацени, кого я привел. На вас тут эксперименты ставили, вы знали? Поехали. Ах, я ненавижу лифты, блять. Вот что я ненавижу в фоллауте, я наконец-то понял лифты. Две женщины в одном лифте на меня слишком много. В таком узком тем более. Надо тебя переодеть. Поехали. Здорово, доктор Форсайф и Рэйч. Здорово, доктор Форсайф. Поехали. Поехали. Возьмите его на бой. Только одна доза? Я надеюсь, что это работает. Если это не работает, там не будет ничего, чтобы анализировать и попробовать снова. Я надеюсь, что это работает. Я слышала, что ты вернулся. Это Флэшпэк Сойко? Или это реально? Нет. Это не должно быть долго. Что? Где, где я? Ты в клинике. Ты действительно болен, Остин. Наши посетители из Союза спасли твою жизнь. Реально? Спасибо, мистер. Я боялась о тебе, Остин. Что входит в твою голову? Возьмите в место, как это. Ничего интересного не случилось здесь. Я просто хотела, чтобы Суу был в здесь. Я не был. Я не был. Я не был. Я не был. Я знаю, что ты делал уроки, чтобы помогать им. Я знаю, что доктор Пинске будет благодарен. За мою частью, я бы хотел дать тебе это снижение. Я ее давно видел, но я никогда не использовал для этого. Она не единственная. Центральный вулк благодарен. Я бы хотел дать тебе комнату здесь, в Валте. Я бы хотел дать тебе комнату. Место, где ты можешь назвать свой дом. Это в главной комнате. На стороне, как ты уходишь в элевейтор. Еще раз. Спасибо. Я надеюсь, что ты удерживаешься. Я хочу что-то тепло. Я хочу сказать еще раз спасибо за то, что ты сделал для Остин. Ты открыл много глаза вокруг здесь. Которые мои. Я не знала, что опасность Валтех была так близко к доме. Я не могу верить, что так много умерли просто behind our walls. Валтех провалились и вместе с компанией сгинул весь ее персонал. Валтех была страшной корпорацией. Не получили по заслугам. Если бы Валтех дожил вовсе в своих планах, здесь никого бы не осталось. Валтех прожил в их планах. Этот дом бы не потерялся. Я не боюсь этого немного. Я не люблю думать о том, что они у нас планировали. Но на хорошем стороне, ты очень впечатляешься на нашу антикоммунистов. Они понимают, что окружающих действительно могут быть вероятны. И делают больше хорошего, чем просто дать ресурсы. Ты всегда будешь приятен здесь. И я надеюсь, что ты посещаешь видеть. Увидеть окружающих окружающих, что помогает нам помочь, что окружающих не может быть вероятным. Увидеть окружающих. Наверное. Наверное, ты права. Это робот, да. Кстати. Угу. 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 Нет проблем. Понял. Понял. Угу. А что именно ты хочешь узнать наверху? Бабочек посмотреть? Угу. 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 Уживерная бабля. Сх faux ainda с ученами. Ученка. Уже извините над спередиой, Но nasal живет, почему нет. 还有 что-то. Удивление. Я вижу, что у тебя есть 중ằн одеждь. Не дуя. Можно за что-то спросить. Вас попереду? Пойдем Кейт Санчуари Хиллз Будь здорова Магазин игр Shus.pro Бандиты Покупайте приятные игры По приятным ценам Также обратите внимание на моих партнеров Lootcase.ru Сделай себе подарок Все ссылки можно найти в описании под видео